Все-таки стоит ли ждать повышение цены на продукты, а также прогнозы по инфляции? Эти темы мы обсудим с нашим экспертом. С нами на связи экономист Жанар Тайжанова. Жанар, добрый вечер. Сегодня на заседании правительства. Вице-министр национальной экономики Руслан Даленов доложил, с начала года продукты питания выросли в цене. На ваш взгляд, это ожидаемое подорожание? С чем оно связано? Добрый вечер, Альфия. На самом деле, не только на продукты питания, но и на непродовольственные товары цены выросли порядка 3%. На платные услуги тоже 4 с лишним процентов. Ожидается до конца еще такое же аналогичное повышение. Но мы, конечно же, должны выдержать этот установленный коридор в 5-7% годовых. Вообще, на мой взгляд, это подорожание действительно ожидаемое. И, как экономист, хочу заверить, что в рыночной экономике вообще наличие инфляции в 3-5% это нормальное явление. Она даже, наоборот, стимулирует производство, повышает конкурентоспособность производителей и так далее. Поэтому, на мой взгляд, в данном случае одним из таких значимых факторов в этом месяце оказались инфляционные ожидания со стороны населения. Также было озвучено, что уровень инфляции держится в коридоре 5-7%. Вот вы как раз затронули эту тему. Можно ли прогнозировать, насколько изменится эта цифра? Ну, действительно, этот коридор был задан на данный этот год. И последние годы мы, наоборот, наблюдаем снижение, если сравнивать с, например, 2015 годом. Поэтому до конца года значительного повышения не будет. И более того, мы сейчас, правительство страны применяет не только административные, но и экономические методы по сдерживанию уровня инфляции. Плюс ко всему у нас есть дополнительные фонды, которые созданы в этих целях. И, на мой взгляд, до конца года мы будем придерживаться этого коридора. Вот если в целом, способны ли сдерживать ценные стаб-фонды? Я думаю, да. Потому что одна из основных функций, задач именно этих организаций как раз-таки заключается в этом. Но, тем не менее, нужно понимать, что в целом это все, соответственно, отразится и на расходах со стороны бюджета. Это дополнительная, конечно же, нагрузка на государственный бюджет. И здесь, в первую очередь, мы должны больше ориентироваться на экономические методы. Я имею в виду стимулирование производства. Здесь, в первую очередь, нужно говорить о внешних факторах, которые, естественно, мы, как открытая экономика, не можем со своей стороны никак регулировать. Ну и плюс, соответственно, нужно в первую очередь вести правильную работу в части информирования населения. Жанар, спасибо большое. Спасибо за уделенное время. Напомню, с нами на связи была экономист Жанар Тайжанова. Мы продолжаем.